Наша лекция носит очень серьезное название. И я должен сказать вам, что это очень важно. Люди все сегодня находятся в серьезном переживании, что происходит с человеком после смерти. Сегодня наблюдается взрыв интереса к сверхъестественному. Люди многие верят экстрасенсам, колдунам, астрологам, бабкам-заговорщикам и так далее. Люди хотят знать, что происходит с человеком за гранью смерти. Поэтому они обращаются к ясновидящим, к вызывателям духов. Но послушайте, что говорит о них Библия. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, ясновидящий, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающих мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, будь непорочен пред Господом Богом твоим. Друзья мои, это очень серьезно. Библия говорит, что перед Господом мерзок всякий, кто занимается вот этими вот делами. И сегодня в нашем мире все больше и больше этого. И сегодня люди, как только проблема, и если им даже нужно исселиться, они ищут путей именно таких. Говорит, я пойду к бабке, она заговорит, и все, перестанет болеть, и все будет хорошо. Там с ребенком что-то произошло, о, надо идти, чтобы снять страх там или еще что-то. Друзья мои, Бог предупреждает, что мерзок пред Господом всякий человек, который делает это. Поэтому наша лекция сегодня, она носит название. Действительно ли мертвые мертвы? Что происходит с человеком после смерти? Действительно ли мертвые мертвы? Умираем ли мы с вами? Или, может быть, никакой смерти не существует? Друзья мои, Библия говорит о том, что пророк Илья, он не знает, что такое смерть. Он живым был взять на небо. Как это могло произойти? Явление Моисея, а также Ильи в момент преображения Иисуса Христа очень заинтриговало учеников. Это были люди, или это их духи были, или это их души были. Кто приходил к Иисусу на гору преображения, где был Петр, Ян и Яков, ученики, и они видели Иисуса, и они видели Моисея, и они видели Илью пророка. Кто это приходил? Это были духи, или это были души? Что это представляло собой? Ведь они видели их своими глазами. Многие люди считают сегодня, что их родственники, они после смерти живут в мире духов. Что происходит с человеком, когда он умирает? Куда попадает человек после смерти? Мусульмане, например, они верят, что после смерти люди попадают либо в рай, либо в ад. Мусульмане верят, что люди попадают либо в рай, либо в ад. Религии Востока, буддисты, они верят, что есть несколько уровней существования, несколько видов рая и ада. И поэтому восточные религии верят, что в итоге душа растворяется в океане божества. И, увы, человек теряется, как личность, в нирване, что представляет собой океан божества. Но, друзья мои, я сегодня хочу сказать каждому из вас, я не желаю раствориться. Я никогда не хочу раствориться. Бог меня не создавал для того, чтобы я растворился. Он меня создал для того, чтобы я жил и чтобы я мог иметь какое-то предназначение, но не чтобы я упал, как верят многие религии Востока, что ты перевоплощаешься с одного вида в другой, третий и так далее, то ли рай, то ли ад и так далее. И в конечном Медоке, как маленькая капля, ты падаешь в океан нирваны, божества, и там растворяешься и становишься частью божества. Но тебя уже нет. Я не хочу раствориться. Я хочу быть тем, кем меня создал мой Господь. Друзья мои, последователи африканских религий многих верят, что души их умерших попадают в невидимый мир духов. Христиане, они верят, что умершие отправляются в ад либо в рай. Похоже, христиане верят точно так, как мусульмане. Вы заметили? Мусульмане точно так же верят. Либо в рай, либо в ад. Правда ли это? Правда ли так, как верят христиане или мусульмане? Или правда так, как верят религии Востока или африканцы? Как правильно? Я хочу вам рассказать одну историю. Епископ Пайк был очень обеспокоен, когда его сын совершил самоубийство в городе Нью-Йорке. В квартире он выстрелил в себя. Две недели спустя епископ Пайк обнаружил, что все часы в доме были остановлены в 8.20 в каждой комнате. И он решил, это время, в которое произошло самоубийство. И затем он подумал, наверное, мой сын хочет встретиться со мной. Ему пришли такие мысли. Пайк решил установить контакт с ним. Он нашел спиритического медиума. Но смотрите, кто это делает. Это епископ церкви христианской. Он нашел спиритического медиума, который утверждал, что он может устроить ему встречу с сыном. Во время спиритического сеанса Пайк спросил того, который назвался его сыном. Сынок, как там жизнь? За гробом. Как там жизнь? И он ответил. Тот, кто назвался его сыном, ответил. Папа, здесь жизнь хороша. Сынок, скажи мне что-нибудь об Иисусе Христе. Второй вопрос задал ему Пайк. О, отвечает этот, назвавшийся сыном, Иисус Христос здесь. Он хороший человек. Я хочу задать вам вопрос. Это правда или это ложь? Это ложь. Иисус не просто хороший человек. Иисус не просто хороший человек. Библия говорит, что он не имеет начала, что он всегда был, что он вечный Бог. Друзья мои, но с того времени епископ Папайка улег спиритизм. Библия для него уже не была главным авторитетом. Он теперь полагался на то, что рассказывал ему этот медиум. Кто за всем этим стоит? Библия утверждает. Это бесовские духи, творящие знамени. Друзья мои, кто сказал, что мертвые, они не мертвы. Смерть, как мы все знаем, это ужасный и неминуемый факт в жизни человека. Библия утверждает, и как человеком положено однажды умереть, а потом что? Так будет суд или нет? Что говорит Библия? Будет суд. Человеком положено однажды умереть. Вы видите, с тех пор, как произошло грехопадение, с тех пор, как Адам отвернулся с Евой от Господа Бога, с этого времени человеком положено однажды умереть, а потом, потом суд. И суд определит, что делать дальше. Друзья мои, это очень важный текст. Как только мы рождаемся, мы тут же, тот же час начинаем умирать. Но куда попадает человек после смерти? И вообще, попадает ли он куда-нибудь, когда Сократа великого мудреца греческого приговорили к смерти, то перед тем, как выпить чашу с ядом, Сократ воскликнул, прощайте, я иду путем всякой плоти, но в жизнь или в забвение я не знаю. Какой неопределенный конец, какой печальный конец, умираем ли мы? Сегодня люди проявляют особый интерес к сверхъестественному. Что это такое? Например, таинственные явления, оккультизм, спиритизм, колдовство, гороскопы, астрология. Одобряется ли это Богом? Есть ли в этом правда? Ведь сегодня каждый человек говорит, я родился под рак, овца, ну и так далее, вы знаете об этом. Водолей, друзья мои, это задумка дьявола. Библия восстает и вопиет против всего этого. Библия говорит, что все это демонизм. Друзья мои, это не только измена Богу. Астрологическое расписание не имеет никаких христианских корней. Основы астрологического расписания были заложены халдейскими и вавилонскими жрецами за четыре тысячи лет до нас с вами. Четыре тысячи лет назад они придумали это. И сегодня христианский мир спокойно реагирует на это и воплощает эти идеи в жизнь. Расскажу случай недавних дней. Женщина по имени Татьяна пережила сердечный приступ. Пульс ее почти не прослушивался. Она почувствовала, что она отделяется от тела. Татьяна видела себя летающей по комнате. Ей казалось, что она путешествует к какому-то свету. Позже она рассказала. Я почувствовала неимоверную теплоту любви. Я была в этом свете и все вокруг сияло. Друзья мои, это была смерть или это было состояние близкое к смерти. Многие люди называют это клинической смертью. Может ли человек испытать такое же чувство в других ситуациях? Вполне. Например, при употреблении наркотика человек может что-то подобное испытать или нет? Может. Во сне можно видеть себя летающим по комнате? Можно. При сильном головокружении это может произойти? Может. При галлюцинации это может произойти? Может. Галлюцинация, словарь иностранных слов говорит, что это такое? От латынского слова бред. Непроизвольно возникающее ложное мнение или восприятие несуществующих объектов, которые для больного носят характер действительно существующих и реальных. Вот это галлюцинация. И поэтому человеку кажется, что это точно, но он убежден, что это абсолютная правда. Хотя это бред. Это галлюцинация. Биологическая смерть это реальная смерть. Клиническая смерть это не смерть. Это состояние близкое к смерти, к настоящей смерти, к физической смерти близкое, но никогда это не смерть. Библия, она утверждает о смерти следующей. Редеет облако и уходит. Так не шедший преисподню не выйдет, не возвратится более в дом свой. Послушайте, умерший и похороненный домой больше никогда не возвращается. Еще одно. Ибо ли там моим приходит конец, и я отхожу путь невозвратный. Скажите, когда человек умирает, он возвращается еще домой? Никогда. Но если человек вернулся домой, он никогда не умирал, он был в преддверии смерти, но он не умер. Если человек умер, домой он больше никогда не возвращается. Смерть это конец временного физического бытия человека. Что такое клиническая смерть? Это предсмертное состояние. Никто из испытавших клиническую смерть не испытал никогда реальность смерти. Состояние, о котором говорят, испытавшие клиническую смерть. Оно абсолютно противоречит тому, что говорит Библия о состоянии умершего. Многие детали клинической смерти, они очень похожи тому, чему учат спиритизм и другие оккультные науки. Значит, это подделка. Это обман. Что происходит с человеком после смерти? Наверное, самое страшное в смерти, это неизвестность. Эпитафия на одной могильной плите в городе Ричмонд в Соединенных Штатах Америки. На ней написаны следующие слова. «Остановитесь у этого камня, друзья, где вы теперь, там, раньше был я, где теперь там будете вы, все вы за мною пойдете, увы». Прочитал эту надпись один мальчишка взял мелок и подписал очень интересную надпись. «Я никогда не пойду за тобой, пока не узнаю, где ты друг мой». Хороший ответ, нет? Очень хороший. Мне очень понравилось это. Я точно такой, как этот мальчуган. Я точно такую же идею испытываю в своем сердце. Прежде чем умереть, я хочу знать, что будет после смерти. я не хочу уйти, как Сократ, в неизвестность. Я не хочу, чтобы быть таким же, как он, великий мудрец. И он не знал, не разобрался в смысле жизни, не разобрался в том, что происходит с человеком после смерти. И он сказал, «Но я иду в бытие или в неизвестность, буду жить дальше или нет, ничего, ничего не знаю». Что такое смерть? Это новое приключение или, может быть, бесконечное безмолвие. Друзья мои, смерть – это прекращение функционирования биологических процессов в человеческом организме. Где находятся умершие наши близкие, которых мы похоронили? несколько тысяч лет тому назад древний патриарх, человек, верующий в Бога, о котором Бог сказал однажды такую фразу, «Нет человека на земле подобного ему, такого праведника и доверяющего мне». И этот Иов, этот человек Божий однажды задал себе такой вопрос, который когда-либо в жизни задает себе каждый человек. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Это правильный вопрос по отношению к смерти. Это очень правильный вопрос. Это самый важный вопрос касающийся смерти. Что говорит Библия об этом? Пророк Исаия, он дает нам ответ. Давайте будем читать. «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, восприняйте и торжествуйте поверженные прахи, ибо земля извергнет мертвецов». «А живут мертвецы». Ио, ты хочешь знать, будут ли жить? Исаия написал, «А живут мертвецы». Друзья мои, это не будет реинкарнации. Это сегодня дьявол использует все возможности, чтобы увести людей от правды Библии. Библия говорит о физическом воскресении мертвых людей. Они будут точно такие, как мы с вами сегодня, тогда, когда воскреснут. Библия говорит, что есть жизнь после смерти. Наши умершие близкие вновь будут жить. Но когда? В момент смерти? Или позднее когда-нибудь? Что происходит с человеком в тот момент, когда он умирает? Библия, это Божья книга, говорит, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Давайте вспомним слова, сказанные Богом Адаму. Поти лица твоего будешь есть хлеб, это после того, как они согрешили. Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и что с тобой произойдет? И в прах возвратишься. Кто-нибудь из вас имел возможность откапывать мертвецов? Я имел возможность. Мертвецов, которые пролежали сотни лет. И вы знаете, что там? Кости еще есть. Не все, которые покрепче, толще. А тонких костей, когда прошли сотни лет, их уже нет. А все, что осталось, это вот эти кости. Остальное точно такая же земля, как до этого человека, и потом отнимаются части этой земли, точно такая же самая земля. Просто земля. Библия говорит, из праха ты взят, и в прах возвратишься. Другими словами, когда человек умирает, то его тело, состоящее из элементов земли, возвращается в прах, а дух возвращается к Богу, который дал его. Для того, чтобы понять более полнее, что такое дух, нам нужно вернуться сегодня к сотворению мира. Мы уже читали об этом, но давайте внимательно посмотрим, как Бог творит человека, каким образом. Библия говорит, «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лица его дыхание жизни и стал человек душою живою». Три важных детали. Прах, дыхание и душа. Прах земной, дыхание жизни и душа живая. Три важных детали. Скажите, пожалуйста, человек сегодня состоит из трех таких важных элементов дух, душа и тело. Так или нет? Библия говорит, что Бог дунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Друзья мои, Бог взял элементы земли, углерод, водород, кислород, азот, натрий, кальций, железо, фосфор и так далее. Всю таблицу Менделеева и сначала слепил мертвеца. Скажите, пожалуйста, я знаю, мне, в общем-то, не надо спрашивать. Все вы видели мертвого человека? Вот это то, что было в самом начале. Есть мертвые люди, мы могли видеть стареньких и могли видеть молодых. Я думаю, что Адама Бог создал молодым, и поэтому он был молодой мертвец. Молодой человек, но мертвый. У него были вены, у него были артерии, у него была печень, желудок, почки, все, что есть в организме. У него были глаза, которые не видели, артерии и вены были, но кровь там не циркулировала, у него было сердце, но оно не билось. У мертвого человека есть все это или нет? Конечно! Бог сначала из праха земного создал человека мертвеца, точно как умирающий человек молодой, таким лежал Адам на земле, которого Бог сделал. И Библия говорит, что он не творил его точно так, как он всех живых существ творил на земле, он работал отдельно с человеком. И вот когда уже был этот мертвый человек, Библия говорит, что Бог стал действовать дальше. И Библия говорит, что Бог вдумал в лица его дыхания жизни и стал человек душою живою. Друзья мои, это очень важно. Рассуждая о жизни, о смерти Ио, о котором я уже вам говорил, что нет такого праведника, как он на земле, он однажды сделал такую формулировку. Доколе еще дыхание во мне и дух Божий в ноздрях моих, доколе есть человеку еще надежда. Доколе вы видите, что дыхание Дух Божий в ноздрях моих, пока вот это во мне работает, я живой, я что-то могу делать, но если этого нет, Библия говорит, прах уходит в землю, а дух к небу, и тогда человек становится мертвым. Дух или дыхание это то, что поддерживает жизнь в теле человека. Библия утверждает, и возвратится прах в землю, чем он и был. прах возвращается в землю, чем он и был. Он становится землей. Библия говорит о том, тело без духа, оно какое? Мертво. Скажите, это правда или нет? Человек, который не дышит, он живой? Он живой, если не дышит, может, минуту, две, может быть, несколько минут, он живой. Но если он не дышит, час, другой, он мертвец. Раньше людей, когда умирали в таких неординарных обстоятельствах люди, то, чтобы определить, жив он или нет, подносили свечу. Для того, чтобы определить, живой он или нет. Я сегодня хочу сказать вам, человек, который не дышит, человек, тело без духа, как написано в Слове Божьем, оно мертво, оно не имеет жизни в себе. Интересный вопрос. Библия говорит, выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его. Друзья мои, вы заметили, что есть различие между духом и душой. Почему-то Библия говорит, выходит из человека не душа, а выходит дух. Мы говорили, что человек состоит из духа, души и тела. И Библия нигде не упоминает, что душа выходит из человека. Библия разграничивает эти три важных детали и говорит, что человек состоит из духа, души и тела. И однако же Библия говорит, что из человека выходит дух, но не выходит душа. Я должен вам сказать, что когда Бог создавал Адама и Еву, Он не взял со своей кладовки душу и сунул в этого Адама и он стал живой. Библия нигде не подчеркивает этот элемент. Библия говорит, что человек при получении в ноздри свои дыхания стал живой душой. душа. Посмотрите еще раз момент сотворения. Создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его что? Душу или что? Дыхание. Он дунул в него дыхание и стал человек живою душою. Знаете, это можно проиллюстрировать следующим образом. Прах плюс дух равно душа, живая душа. Душа это результат соединения элементов земли и Духа Божьего и получился цельный человек. Тело плюс дыхание тогда получается живая душа. Что же происходит в момент смерти? Вот вы видите, это то, что происходит для жизни, чтобы стал человек душой живой. А что происходит в момент смерти? Вы знаете, простой ответ, обратный процесс. Душа живая минус дыхание жизни, потому что Библия говорит, выходит дух. И что делается с человеком? прах земной, труп, никакой жизни нет. Библия очень четко подчеркивает этот вопрос. Тело минус дух равно прах. Возникает вопрос, куда в этот момент девается душа? Ведь она есть, третье естество человека. Куда девается душа? Библия говорит, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. А где место души в этот момент? Куда она уходит? Или что с ней происходит? Ну, например, люди верят сегодня во что? Что человек умирает, и душа его куда идет? Либо в рай, если был хороший человек, либо куда? Либо в ад, когда был плохой. Так или нет? Библия об этом не говорит ни слова. Посмотрите, о чем Библия говорит, что дух идет к Богу. А Библия не говорит ни одного слова о душе. И поэтому очень интересный вопрос, где девается душа? Вы знаете, некоторые люди попытались сфотографировать душу. Вы видите фотографию, я газеты зафотографировал, что это было сделано, очень смешная история, но однако же, вот вы видите, при операции умирает человек и душа вышла из него. Вот это то, что они сумели зафотографировать. Но я сегодня хочу сказать вам, что это бред, самый настоящий, это обман. Позвольте задать вам вопрос, сколько весит душа? Сколько она весит грамм? 200? 4 грамма вот сказал. Вот один человек говорит, что вообще веса душа не имеет. Кто-то знает 9 грамм самый высокий, то есть самая тяжелая душа, есть определение, я читал об этом, это 20 грамм. То есть некоторые именно делают ставку, что 20 грамм душа весит. Позвольте сегодня сделать вам очень уникальное открытие. Моя душа, я это определил самая тяжелая на свете. Она весит 91 килограмм. И вы понимаете, что душа, когда я умру, ей тяжело будет, если я буду хорошим человеком, ей тяжело будет в рай попасть. Потому что несколько грамм еще может полететь, а 91 килограмм это серьезная проблема. Нужно мне ракету какую-то, мотор какой-то, чтобы я мог подняться туда. Вы понимаете эту суть? Моя душа 91 килограмм весит. И это очень уникально. Вы знаете, я когда открыл для себя, думаю, Господи, почему Ты сделал мою душу самой тяжелой? Что такое душа? Я хочу обратить ваше внимание, что вы не внимательны. я читал, как Бог творил человека, и вы не заметили. Но сегодня я попытаюсь вам объяснить, что говорит Библия о душе. Библия дает три определения души, но они представляют в конечном итоге, соединяются все вместе, и это одно целое. Хочу предложить вам четыре библейских текста, которые помогут нам в этом разобраться. Итак, первое, что представляет собой душа, Библия говорит, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его, еще один текст похожий, только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа, не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливай ее на землю как воду. Позвольте вам задать вопрос, что такое душа? А крови в человеке сколько грамм? 5 литров? Скажите, правильно пишут люди, что они определяют душу 4 грамма, 3, 9 грамм или 20 грамм? Они правду пишут? Ложь. Библия говорит, что душа это что? Кровь. Итак, первое определение, что представляет собой душа, это кровь. Позвольте сегодня сделать еще одно уникальное заявление. Бог, Он лучше знает физиологию человека, чем любой медик, чем любой специалист в этой области. Я люблю и уважаю человеков, людей, медиков, которые хорошо знают физиологию человеков. Но вы должны смириться перед Господом Богом. Он лучше знает нашу физиологию. Он нас создал, Он нас сделал. И поэтому, друзья мои, каждый из нас, это творение Божье, и Бог точно знает нашу физиологию. И Бог говорит, душа это кровь. Второе определение, что такое душа. Вы знаете, прошу прощения, я сначала расскажу предысторию. Иисус Христос находился на горе Оливия, или Масличной горе, Оливковой горе. Он находился вместе с учениками в тот последний вечер, куда пришел Юда и предал его. И он оставил учеников и говорит, я отойду немножко, а вы пожалуйста молитесь, поддержите меня, потому что душа, вот давайте будем читать, что он сказал дальше. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Скажите, кровь, она может скорбеть? Конечно нет. Мы все знаем, что кровь это жидкость, она выполняет серьезную функцию, она разносит по телу питательные вещества, кислород и так далее, собирает шлаки оттуда и все остальное, но однако же она не может страдать, скорбеть, она кровь, она просто кровь, она жидкость, важна, но однако же у нее нет мыслей, у нее нет разума, она не может страдать, скорбеть, что скорбит и страдает? разум наш, наш интеллект, который все понимает, что происходит, он может страдать, именно наши мысли, вот это все, наш интеллект, это является, здесь Христос употребляет это слово и применяет его к душе, Библия говорит, что интеллектуальная часть человека это душа, и так душа кровь, душа это сознание или же наш интеллект, третье определение, апостол Петр говорил, покайтесь и докрестится каждый из вас, и далее история описывает, что произошло, и так охотно принявшие слово его крестились и присоединилась тот день душ около трех тысяч, скажите, вам нужно прокомментировать, кого подразумевает душа в этом тексте или вы знаете натурального человека, 91 килограмм вот этот человек, и так вот эти души, они все были 50, 80, 70, 90 килограмм вот этих около трех тысяч, это натуральные люди, так или нет? Библия называет, что душа это цельный человек, это человек, друзья мои, это очень важно истинно, так что же в конце концов душа? Бытие описывается после того, как потоп закончился, Бог дает обещание человекам, и он делает интересное заявление, я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки человека, от руки брата его, это еврейский стиль игра слов, душа, жизнь, кровь, это одно и то же, душа, жизнь, кровь, это все одно и то же, и написано, что Бог говорит, я взыщу, взыщу душу человека, от руки человека, я это сделаю, и поэтому, посмотрите, этот текст объединяет все вместе, позвольте вам проиллюстрировать ситуацию, которая происходит, пожалуйста, давайте определим, когда человек умирает, например, в его теле застывает кровь, когда застыла кровь, человек может жить еще, он будет еще дышать, все нормально, когда кровь не движется больше, например, если разрезать вены, и кровь стечет, и уже крови не будет в человеке, человек может жить, вы видите, скажите, кровь играет главную роль для жизни, или нет, и поэтому жизнь без крови невозможна, вы заметили это? Поэтому Бог называет кровь душою, жизнью, другими словами, я хочу сделать следующий вывод, душа это жизнь, когда Бог создал человека, давайте еще раз вспомним эту формулировку, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живой, то есть, Бог создал прах земной, мертвеца, Адама, у него было сердце, были вены, артерии, Бог все же сделал, точно как мертвый молодой человек, и затем Бог вдунул дыхание жизни, дух свой, и человек вдохнул, и стал дышать, и все органы стали работать, появилась жизнь, человек стал живым, и Бог назвал это душа живая, когда умирает человек, скажите, пожалуйста, он живая душа? Он мертвец, кровь не циркулирует, он мертвец, и так Библия говорит, возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его, куда девается душа? Друзья мои, Библия дает нам интересный ответ, душа согрешающая, она, что происходит с душой? Сколько сегодня живет на земле людей, которые не согрешают? Скажите, сколько людей на земле не согрешают? Все согрешили и лишены славы Божьей. Позвольте задать вам вопрос, сколько душ вечно живущих? Сколько? Скажите мне, что говорит Библия? Душа согрешающая, что с ней происходит? Умирает. Я хочу задать вам вопрос, когда умирает человек, куда идет его душа? Люди привыкли, что душа это вечная. Люди привыкли понимать, что душа она вечная. А что говорит Библия? Согрешающая умрет. Сколько людей живет на земле безгрешных? Ни одного. Сколько у скольких людей душа вечная? Ни у одного. Скажите, вы чувствуете обман, какой произошел? И этому обману кто учит? Церковь. Вы представляете себе? От священника ждут правды, а он глядит в глаза и говорит ложь. Кто-то задал мне вопрос. Я с завтрашнего дня благодарю сердечно Виталия за то, что он читал нам лекции о профилактике нашего здоровья и как не заболеть. А с завтрашнего дня я буду отвечать на ваши вопросы. Каждый день буду отвечать на вопросы на те, которые уже скопились и те, которые вы напишете. Но кто-то мне задал вопрос, чем же ваша церковь отличается? У нас точно так же, как у вас все. А я хочу вам задать вопрос, отличается или нет? Моя церковь глупость такую не верит. В вечную душу, что она идет в рай или в ад. Скажите, разница есть или нет? Огромная. Огромная! Ведь в этом смысл жизни, в этом смысл веры, во что мы веруем. Друзья мои, может ли человек претендовать на то, что у него есть какое-то естество, которое оно вечно на основании этого текста? Нет. Душа согрешающая, она умрет. Кто же тогда имеет бессмертие? Кто обладает бессмертием? Давайте прочитаем. Павел пишет, перед Богом всеживотворящим, перед Христом Иисусом, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый, сильный Царь, царствующий Господь, господствующий, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете. Вы знаете, что сделал дьявол, когда Адам и Ева были в Эдемском саду, и когда дьявол пришел искушать Еву, он сказал, когда Ева сказала, что Бог сказал, с дерева, который посреди рая, познание добра и зла, если мы укусим, сказал Господь, смертью умрете. Что сказал в ответ дьявол? Нет, не умрете. Скажите, чему сегодня учат в любых церквях христианских и протестантских, чему учат? Дьявольской идеи, что человек вечный, душа вечная идет в рай. Никаких проблем, будь христианином и душа сразу и туда. А скажите, это правда или ложь? Это ложь. Это подделка дьявола. Дьявол запутал мозги людей и священники учат лжи в церкви и говорят, что они божьи служители. Мне очень жаль. Библия говорит, что единый, имеющий бессмертие, это Бог. А люди решили, что каждый человек бессмертный, что душа его вечная. Вечный только один Бог. Вечный один Бог. И кто пытается сегодня внушить сердце, что он вечный? Друзья мои, дьявол сказал первой Еве, нет, не умрете. Это его желание быть Богом. И вы может решили для себя, что я тоже Бог, потому что я вечный. Но вечный только Бог. Друзья мои, эта система антихриста, она изменила закон Божий, она одурманила всех людей, к сожалению, должен сказать, и протестантский весь мир находится под покрывалом этого обмана. Они продолжают верить к тому, что придумала церковь антихриста и ввела это из язычества во время темного средневековья. Настала пора повернуться к Богу Библии. Настала пора выйти из темного средневековья. Настала пора повернуться к Богу Библии. Послушайте, система антихриста, она взяла идею бальзамирования фараонов в течение сорока дней, и она таким образом применила ее к Иисусу Христу. Вы знаете, что Иисус Христос после своей смерти сорок дней являлся людям на земле и ученикам своим. И они применили идею египетских фараонов, которых бальзамировали сорок дней. После смерти сорок дней их бальзамировали, и применили к Иисусу и сказали, душа, когда умирает, когда человек умирает, душа его еще никуда не уходит в течение сорока дней. И поэтому на кладбище нужно носить кушать для того, чтобы поддерживать душу. Вы представляете себе? Маразм такой, и они внедрили это в церковь. И учат как догме, что это правда, но это обман, это ложь, мои друзья. Бог сегодня приглашает вас повернуться к Библии. Затем они взяли идеи востока и зороастризма и увели догму ада и рая, куда отправляют души после смерти. Библия ни один текст не учит этому. Друзья мои, древнегреческое слово хедес, которое переведено как ад в Библии, это я отвечаю на вопрос, какие есть сложности в Библии. В Библии очень часто упоминается слово ад преисподне и при переводе не написали правду и написали ад вместо могила. Хедес, греческое слово переводится на русский язык могила или место захоронения. Они написали ад и страшат людей этим адом. Друзья мои, вот почему я призываю вас сегодня повернитесь к Богу Библии. Исследуйте Библию, если вы хотите войти в жизнь вечную. Доверяйте Библию. Если вы будете доверять этим пустолатам, которые придумали люди, вы в беде. Затем, чтобы навести страх на непогоривых христиан, они придумали демоническую систему наказания в аду. Это они придумали варить грешника в смоле, в котле. Они слишком много придумали орудий пыток на земле, ад на земле, который придумали они. В этой системе антихриста на протяжении столетий велись и ведутся по сей день дискуссии на тему «Сколько же слуг у дьявола?» Но ведь эту информацию нигде невозможно получить. Это все из области фантазии. На эту тему написаны целые труды, тома, и все это из области фантазии. Хочу прочитать вам одну историческую справку, которую опубликовала газета «Московские новости» 2001 года, статья «Сколько слугу дьявола?» Послушайте. Христианская демонология уходит своими корнями во время древнего Вавилона. Вавилоняне считали, что дьявол живет в пустыне, к людям он приходил только ночью и особых хлопот не доставлял. Обычно он съедал оставленную ему в мисочке еду и исчезал бесследно. Христианская религия, послушайте, кто этим злом занимается? Христианская религия переселила дьявола в ад. Исманский схоласт Хуан Дефано первым провел перепись сотрудников ада. Согласно Дефано, адская элита состоит из короля Люцифера, вице-короля Виезеула, 70 князей, 239 баронов, 245 графов, которые командуют армией из 44 миллионов 435 тысяч 556 рядовых чертей. Я так удивляюсь, когда я читал, думаю, Господи, ну хоть бы последние три цифры нолями сделали. Нет, 556. Как точно пересчитали. Я поражаюсь этой идеей. И это истина, в которую верит отступившая церковь. Посмотрите, классификация рогатого воинства понравилась Папе Римскому, но натолкнулась на сопротивление религиозных схоластов. Она была признана единственно верной, и Синод епископов решил, что изменить ее может только сам Папа. Однако он не менял это. Однако Синоду пришлось неоднократно возвращаться к этому животрепещущему вопросу. В частности был устроен публичный диспут между теологами Якубом Реми из Тулузы и Франциско Кассиным из Бордо. Диспут продолжался с февраля 1495 года до марта 1497 года и закончился победой Кассины. Два года и один месяц дурачились два человека, а Синод епископов слушал, слушал двух епископов, которые вот это все представляли и решали кто из них прав, кто из них прав и определили, что Кассиный прав. Как можно так одурманить людей? И это идеология по сей день правда в этой церкви. Но это сплошной бред, это обман. Друзья мои, интересная идея. есть одна деталь, которая показывает абсурд идеи вечной души. Библия говорит о потопе следующей. Давайте прочитаем. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше умерло. Господь дальше говорит после потопа. Я вспомню завет мой, который между мною и между вами и между всякую душою живую во всякой плоти, и не будет больше вода потопом на истребление всякой плоти. Интересная идея. Когда умирает кошка, куда же ее душа идет? Когда умирает овечка, куда же ее душа идет? Когда умирает крыса, куда же ее душа идет? Очень интересно. Очень интересная идея. Друзья мои, как можно верить в это все? Библия дает ответ. Она дает ответ на этот вопрос. Сказал я в сердце своем, пишет премудрый Соломон о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом. Когда Бог творил человека, и он творил живых существ, он говорит, Бог творит, и сказал Бог, да произведет земля кого? Душу живую, всех скотов, породу и гадов, и так далее. Куда же души гадов идут, тогда, когда они умирают? Я вам расскажу о проблеме. Друзья мои, если вы думаете, что я плохо исследовал этот вопрос, то вы глубоко ошибаетесь. Это очень важно. Библия Библия единый имеющий бессмертие это Бог. А человек Библия говорит, выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою, в тот день исчезает все помышления Его. Друзья мои, это очень важно. Бог сегодня хочет, чтобы мы могли серьезно подумать о том, во что мы веруем. Библия говорит, перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, и у кошки дыхание в ноздрях его, и у коровы дыхание в ноздрях ее, и у собачки дыхание в ноздрях ее. Одинаковая ситуация. Система жизни во всех животных и у человека одинаковая. Легкие и дышит. люди извратили путь Божий. Сегодня я хочу сказать вам покайтесь. Повернитесь к Богу Библии, перестаньте верить и лжи. Повернитесь к тому, кто имеет жизнь в самом себе и вечный и бессмертный. Все мы грешны и все мы смертны. Где мертвые проводят время между смертью и воскресением тогда? Ио говорит нам Если бы я и ожидать стал, то преисподня дом мой. Во тьме постелю я постель мою. Друзья мои, древнееврейское слово шеол, которое переведено как преисподня, это в кириллице, и оно так и переведено в русский язык, то есть переписано с кириллицы. И я хочу сказать вам это трагедия, потому что они перевели как преисподня, а преисподня это слово шеол переводится как место захоронения, как могила. Но люди придали этому совершенно другое значение, другой смысл. Смерть это прекращение жизни до времени воскресения из мертвых, когда и тело, и дыхание вновь объединятся, и появится живая душа. Библия говорит, живые знают, что они умрут, а мертвые ничего не знают. Друзья мои, Бог, который является нашим Творцом, Он четко знает, что с нами происходит после смерти. И Он четко это описал в книге Библии. Посмотрите, когда человек умирает, он ничего не знает, что делается на белом свете. Библия говорит, учестили его дети, он не знает, унижены или он не замечает. Он мертвец, он не может мыслить, он мертвый, он ничего не знает и ничего не понимает. И разве это не лучшее? Представьте на мгновение такую ситуацию. Давайте вернемся к той мысли, что душа вечная, и что она идет либо в рай, либо в ад. Представим на мгновение, что умирает хорошая христианка, женщина, милая, она, недавно они поженились, и Бог дал им несколько детишек, один за другим, и вдруг случается какая-то беда, она заболевает и умирает. И муж остается с тремя маленькими детьми. Что ему нужно делать? Скажите, ему нужно жениться или нет? Конечно нужно. Что он будет делать, как он заработает хлеб на хлеб и будет воспитывать и растить этих детей? И он должен жениться. И он женится на другой женщине. Но эта женщина приходит в дом мачеха. Не все мачехи хорошие. Есть мачехи хорошие, а есть нехорошие. Мы с вами знаем об этом. И я хочу сказать сегодня, а мама, она была хорошая, она была красивой христианкой, и по идее ее душа куда должна идти? В рай! А вы знаете, что значит попасть в рай? Мы сегодня слишком близоруки. Мы не видим дальше, чем несколько километров, дальше наше зрение не работает. Когда человек попадет в рай, Бог эту катаракту снимает с наших глаз. И у нас есть возможность оттуда наблюдать, что происходит везде. Представьте себе, эта женщина наблюдает, христианка хорошая, наблюдает, как муж ее женился на другой женщине. И когда он женился на другой женщине, эта женщина не любит крик и плач детей, не любит эту резвость, когда они бегают везде, когда они крещат, пищат. И она наказывает одного, другого, третьего, и каждый день, и по многу раз. Позвольте задать вам вопрос. Мама, если бы вы были там, в раю, и смотрели, что делают с вашими маленькими детьми, вы чувствовали бы себя, что вы в раю находитесь? Ад. Ад! Вижу и не могу ни чем помочь своим детям. Ад натуральный. Поэтому это ложь, что человек, когда умирает, куда-то его идет душа. Библия не дает такой информации. Библия говорит, что человек становится прахом. Живой человек это душа, но когда он умирает, душа, третье естество появляется только при объединении Духа Божьего и тела. Но когда Дух Божий уходит, человек становится землей, прахом. И поэтому ничего не знает и не может решать никакой, никакой проблемы. Друзья мои, мы должны быть честными перед собой и посмотреть правде в глаза. Проповедь Петра в день Пятидесятницы. Посмотрите, что проповедует апостол Петр. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о правде Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Ну, и всех гробов до сего дня. Но посмотрите, что он говорит дальше. Ибо Давид не вошел на небеса. Давид, Библия говорит о нем, хотя он допускал грехи, однако он получил покаяние, прощение грехов, и поэтому Библия говорит о нем как о праведнике. Он был и пророком Божьим. И если уже чья душа должна попасть в небо, так Давида в первую очередь. Но что говорит Петр? Послушайте, Петр христианский апостол! И что говорит Петр? Никуда не пошел. Здесь. Вот могила. Вот он здесь. Никуда не пошел. Никакой небеса, никакой рай, никуда не пошел. Неужели этот текст незаметный в Библии, что христиане стали веровать, что как умирает праведник, так и душа его идет в рай. Неужели Бог почему-то Давида не взял, а вот современных христиан, как умирают, так сразу и забирают? Почему не хотят верить Слову Божьему? Почему не исследуя Слово Божье? Даниилу ангел сказал, Даниила, это пророк Божий, а ты иди к твоему концу и упокоишься и восстанешь для получения твоего жребия когда? Так это же пророк Божий! Почему Бог его не взял сразу туда? Получишь в конце дней жребий после суда. Суд решит и только тогда жребий твой будет либо туда, либо туда. Только тогда, в конце дней, это очень важное заявление. Друзья мои, послушайте, Библия говорит, то есть хочу вам прочитать одну важную деталь, это очень хорошо, я это сегодня поставил, и посмотрите, я читал эту газету, Диезит, немецкая газета, апрель 2005 года, и посмотрите, очень уникальная история. Папа Иоанн Павел II обладал незаурядным политическим чутьем, и многие, как взрослые, так и молодежь, находились под глубоким впечатлением его харизмы, гуманности, духа молитвы, истинной святости. Его святость была тесно связана с получением, с почитанием Марии. Большая буква М на его гербе и саркофаге указывает на то, что он посвятил свою жизнь кому? Кому христианин должен посвятить свою жизнь? Иисусу Христу. А кому посвятил Иоанн Павел II свою жизнь? Марии. По свидетельству личного секретаря, последними словами Папы были, я предаю себя с радостью в руки Девы Марии. И я никогда этого не хочу сделать. Только в руки Иисуса. Папа Иоанн Павел II был большим покровителем культа мертвых, из которых 1338 объявил блаженными и 482 святыми. Все они теперь оказываются на небе и являются вместе с Христом посредниками перед Богом. Их нужно почитать и взывать к ним в молитвах о помощи. Это только один Папа сделал на протяжении веков, на протяжении истории христианства. Папы сделали миллионы людей святыми, которым сегодня мы должны молиться, чтобы они там покровительствовали за нас. Скажите, кто адвокат, посредник и ходатай на небе за верующих в Бога людей? Иисус Христос. А что они учат? Ужас! Меня удивляет, почему люди обращают внимание на то, что Его святость, она не имела ничего общего с Христом, ни с Библией. И это образец современного христианства, человека, который посвятил себя культу мертвой женщине. Библия говорит, что Мария умерла, Иоанн, ученик Иисуса, похоронил ее, и она никуда не пошла. Она ждет пришествия Иисуса. Мария никуда не пошла. Мария замечательная христианка и ждет Иисуса Христа. И если Папа Иоанн Павел II посвятил и вручает у руки жизнь Марии, он Царства Божьего не наследует. Только тот, кто вручает свою жизнь Иисусу, он может иметь вечную жизнь и Божье спасение. Друзья мои, что же такое смерть? Смерть – это временное прекращение жизни до возвращения в момент второго пришествия Христа. Библия говорит, так человек ляжет и не встанет до скончания неба, он не пробудется и не воспрянет от сна своего. Вы заметили, как Библия называет смерть? Сном, от которого может пробудить только Господь. Библия говорит о том, что до скончания неба он не воспрянет. А разве кончается когда-нибудь небо? Библия говорит перед вторым пришествием Христа, «И небо скрылось, свившись как свиток! И так ни один человек не пробудется, пока небо не свернется в свиток!» И это произойдет день пришествия Иисуса Христа. Это будет конец дней, как написано о Данииле. А ты жди конца дней, там получишь соответственно жребия твоего. Друзья мои, это произойдет в день пришествия Христа. Итак, Библия говорит, «Призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Итак, есть два вида сна. Библия говорит, есть сон, от которого мы пробуждаемся каждое утро, и есть сон смертный, от которого человек не может проснуться никогда, и он не может это сделать до зова дающего жизнь Господа Иисуса. Библия около 50 раз называет смерть сном. Иисус называет смерть сном. Давайте посмотрим. Он однажды говорит ученикам, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики смутились, что он уснул, но с одной стороны говорит, если уснул, так выздоровеет, а Господь им говорил о смерти. И тогда Христос сказал им прямо, видите, когда Христос сказал, что он уснул, я иду разбудить, они не поняли, и тогда он сказал, «Лазарь умер». А я иду что сделать? Разбудить его. Я иду его разбудить. Почему? Потому что он жизнедатель, потому что он имеет жизнь в самом себе, и поэтому я иду его разбудить. И вы знаете, когда Иисус пришел туда, в Вифанию, он встретил сестер Иисуса Христа, и одна из них, Марфа, сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Послушайте внимательно ответ Марфы, ученицы Иисуса, которая слышала все его проповеди. Посмотрите, какой она ответ дает на слова Иисуса. Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». А люди говорят, праведник должен сразу пойти в рай. А она говорит, когда? Последний день. Лазарь никуда не воскреснет. Лазарь не имеет никакой жизни. Никуда он не пошел. Только последний день воскреснет. Даниилу было сказано, в конце дней. Вы заметили? Верные Божьи люди в Ветхом Завете и в Новом Завете верили, что только в конце дней. Это время пришествия Господа Иисуса. Только тогда возможно опять жить каждому тот, кто умер. Друзья мои, Марфа была на проповеди Иисуса, и она могла находиться в толпе, когда Иисус учил следующему. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. уникальная истина Библии. Есть два воскресения из мертвых. Одно воскресение для вечной жизни, и оно произойдет в день пришествия Христа, когда закончится суд. Все, кто воскреснут, они получат вечную жизнь. И есть еще второе воскресение, и оно называется, Христос назвал как его? Осуждение. Я вам расскажу об этом завтра. Это очень важно. Библия говорит, что все когда-либо умершие, они находятся в могилах. И никто никуда не пошел, ни один. Но в этот раз Иисус хотел драматическим образом поднять Лазаря. И поэтому, подойдя ко гробу Лазаря, Иисус воскликнул Лазарь, иди вон! И вы знаете, Лазарь вышел. Ничего не сообщается о том, чтобы Лазарь рассказывал, как его душа пошла в рай, как он там провел время четыре дня, как он вернулся оттуда. Ничего Библия не рассказывает об этом. Смерть была лишь сном, но таким сном, от которого может разбудить лишь тот, кто имеет жизнь в себе самому. Это Господь Бог. Какую чудесную надежду на жизнь после смерти имеют христиане? Под Римом есть более девятьсот километров катакомб. И там встречаются могилы, где хоронили бедняков, язычников бедняков. и на этих могилах были надписи подобные «Прощай навсегда, прощай навеки». Никакой надежды. Но когда потом христиане скрывались там и хоронили своих близких и родных, там можно было встретить до свидания, до скорой встречи, до светлого утра мы снова встретимся. Скажите, это надежда или нет? Это лучшее, это лучшее, это великое утешение, которое дает нам Библия. Друзья мои, Библия говорит, апостол Павел говорит, «Не хочу оставить братья вас в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды». Реальную надежду, реальное утешение, скорбящее, опечальное сердце может получить не на спиритическом сеансе, не из обманчивых посланий из всяких мира, из мира духов, но только от Иисуса Христа. Язычники потеряли уверенность в своей религии, и смерть казалась им темной ямой, из которой не было никакого выхода. Апостол Павел, ранее христианская церковь, указывали на воскресение из мертвых, как факт победы над смертью. Христос, когда воскрес, Он победно провозгласил, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Но когда это произойдет? Вы хотите знать? Давайте прочитаем, конкретно пишет об этом апостол Павел. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, как водами все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке». Первенец Христос, потом Христовы, когда? А люди сегодня хоронят хорошего человека и говорят, душа его пошла в рай. А Христос сказал, когда? В пришествии его. Скажите, обмануты вы или нет? Мне жаль. Мне жаль. Если вы хотите иметь вечную жизнь, если вы хотите иметь спасение Божие сегодня, придите к Иисусу, повернитесь к этому ложному учению. Поверьте, есть вечная жизнь, и это реально. Точно так, как вы сегодня живете, так будете жить, когда Христос придет, если вы только станете Его другом. Если вы сегодня посвятите Ему свою жизнь, посмотрите, современные христиане, как они пишут на надгробиях любимых и родных своих. Осачук Вадим пишет вот мама и брат Вадимочка, мы расстаемся, но не навсегда, ведь скоро ты пробудишься от сна, ты встанешь вновь, услышав зов Христа, и будем вместе мы с тобою навсегда. Скажите, это хорошее или нет? И это библейская правда. Это абсолютно библейская правда. Все остальное это обман. Я сегодня хочу пригласить вас, поверьте, Господу. Апостол Павел говорит, потому что сам Господь при возвещении пригласия Архангела и Трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Вы слышите? Первое воскресение воскресения жизни, мертвые во Христе воскреснут сначала. Те, которые поверили, те, которые спасены Иисусом, они воскреснут прежде. Это, друзья мои, будет уникальная ситуация. О живых, которые будут жить в пришествии Христа, Павел говорит, потом мы оставшиеся в живых вместе с ними, с теми, которые воскреснут, восхищены будем на облаках во встрече Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Утешайте друг друга этими словами. Хорошее обещание, уникальное. Это будущее стало возможным, благодаря тому, что Иисус сделал на Голгофе. Это стало возможным благодаря тому, что Иисус умер вместо них. И они не умрут смертью осуждения, но они пойдут в жизнь вечную. Они воскреснут в воскресение жизни. Мы увидим нашего Господа лицом к лицу. Мы встретимся с нашими близкими. Поэтому есть надежда. Я понимаю, что у вас остается еще очень важный вопрос, на который думаю, что мне нужно ответить. Как мне сегодня быть уверенным, что это произойдет со мной, что я воскресну воскресение жизни? Послушайте, что сказал Иисус Христос. «Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы всякий верующий в меня имел жизнь вечную, и я воскрешу его, когда?» Если вы не поверите Иисусу, будете верить лжи, которой вас научили, вас не ожидает эта участь. Если вы останетесь там, где вы есть, и будете продолжать верить лжи, Бог не сможет подарить вам вечную жизнь. Иоанн сказал, «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына не имеет жизни. Что изберете сегодня вы?» Когда порой Бывало трудно тому, кто дорог для тебя. Что сделал ты для друга? Спроси себя, спроси себя, Пожившие твоей судьбою. Жив, страдая и любя, Были ли счастливы с тобою? Забывайся, спроси себя, Спроси себя, спроси себя, Однажды час такой настанет, Себя ты спросишь, как сутья, Какой я в жизни след оставил. Взгляни в лицо Звенящей жизни И зоркий глаз, не отводя, Что сделал ты для вечной жизни? Задумайся, спроси себя, Задумайся, спроси себя, Казня себя простым вопросом, Уснуть не сможешь до утра, Но только пусть не слишком поздно, Придет бессонницы пора. Спроси себя, спроси себя, Однажды час такой настанет, Себя ты спросишь, как сутья, Какой я в жизни след оставил. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Однажды час такой настанет, Себя ты спросишь, как сутья, Какую в жизни след оставил. Спасибо, Алла. Иногда я думаю, когда провожу подобные программы, И молюсь Господу и говорю, Господи, Как мне рассказать людям, чтобы они поверили Тебе? Что я должен сделать для того, чтобы люди поверили Твоей книге? Она одна. Библия – это Божья весть. Это Божья правда. Это книга, которая точно знает дорогу домой. И если вы в своей жизни не будете следовать ее учению, Вы проиграете. Поэтому мы хотим подарить вам Библию. Мы хотим, чтобы вы имели эту книгу, И чтобы она не была только для украшения стола, Чтобы вы с молитвой ее читали. Она себя сама объясняет. Не нужно этих комментариев. Мне нравится одно описание, которое есть, Записано в книге первой истории христианской церкви. Это первого века история об апостолах. Написано. Павел проповедовал в городе Фессалоники. Затем пошел в город Вирию, потому что там его преследовали. И он пошел в город Вирию. И когда он там проповедовал, о них было сказано. Написано в истории. В книге Деяния апостолов. Вирийские были благомысленнее фессалоникийских. Они не просто стали гнать Павла, А они стали исследовать Писание. Точно ли это так? Я сегодня хочу вам сказать. Исследуйте Писание. Исследуйте книгу Библию с молитвой. Она может помочь вам не ходить во тьме. Выйдите из темного средневековья. Сколько можно оставаться там, жить под колпаком каких-то традиций, предрассудков, которые не имеют ничего общего с Библией. Но церковь это принимает. Помните, как сказал священник православной церкви? Все эти праздники, которые празднует церковь, в том числе он назвал и Пасху, все это из язычества. И никакой проблемы. Стосовно православной церкви. Мы все все подтримуем. А я нет. Я хочу, чтобы вы имели вечную жизнь. Я хочу, чтобы вы были спасены для вечной жизни. Я не поддерживаю это. Я хочу, чтобы вы знали правду. Если вы действительно хотите иметь вечную жизнь, поверьте Богу и Библии. Есть только один путь. Его нет двойного, тройного, что нужно серьезно исследовать, куда же мне пойти. Библия поможет вам. Полюбите эту книгу. И Бог даст вам вечную жизнь, если вы последуете ей. Я хочу помолиться о вас. О, Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя, Боже, за то, что у Тебя все написано, что нужно знать человеку, как поклоняться Тебе, каким образом идти по этой жизни, чтобы остаться верным Тебе, а не предрассудком и традициям. Ты все, Господи, открыл. В Твоей книге все четко описано о нас. И поэтому мы четко сегодня могли посмотреть правде в глаза. Боже, помоги нам не оставаться в какой-то тени, не находить себе какого-то покрывала, которое могло бы поддерживать суеверие. Помоги поверить Твоей книге Библии, Твоей вести, Твоему письму. Помоги поверить Тебе, как Своему Отцу, как Спасителю, чтобы когда Ты придешь, Господи, не повернуть тыл к Тебе, но бежать навстречу и видеть Тебе, своего Спасителя. Господи, поддержи сегодня веру каждого человека. Я искренне понимаю, что многие потрясены этим, однако это Твоя правда. Поэтому, Господи, помоги нам избрать Твою правду. И сегодня, когда мы расстаемся, Пусть Твои ангелы могущественной силой хранят дороги каждого человека, ободри их. Пусть Дух Твой Святой поддержит их веру в Тебя и желание исследовать Твое Слово. И, Господи, поддержи семьи, позаботься о каждом доме, чтобы в них все было хорошо. А завтра помоги нам вновь встретиться, потому что Тебе молимся. Во имя драгоценное для нас. Имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.